МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Осмотрите сегодня в выпуске. 872 дня в окружении фашистских войск в администрации города прошел прием жителей блокадного Ленинграда. Новая схема обмана и уловки преступников. Правоохранители рассказали о том, как не стать жертвой мошенников. Состязание юных физиков, математиков и биологов. В третьем лице открылся турнир для старшеклассников. Далее расскажем обо всем подробно. Красные гвоздики на снегу и минута молчания у вечного огня. После возложения цветов к мемориалу павшим в годы Великой Отечественной войны в администрации прошел торжественный прием ко дню снятия блокады Ленинграда. Свидетелям тех страшных дней вручили памятные медали в честь празднования 75-летия Великой Победы. Валентине Тихоновне Баты было всего 8 лет, когда она вместе с семьей оказалась в осажденном Ленинграде. Совсем маленькая девчонка, она узнала, что такое война, ночные обстрелы и голод. Некоторые моменты врезались в память на всю жизнь. Мы с братом сидели на кровати уже, обесилившие. И вот эти корочки хлеба, которые давал, ну хлеб это 125 грамм уже было. Мы как-то старались же этой корочкой сохранить. Голодных ребятишек надо было кормить. Варили кисель из клейстера и бульон из хлебных корок, который тогда маленькой Вале казался самым вкусным. У нас была такая печурка, и там вот кипятилась вода. И в эту вону бросали вот эти маленькие кусочки хлеба. И вот этот бульон, я говорю, ой, такой бульон я всегда буду пить. В 42-м году их семье удалось покинуть город через Ладожское озеро. С тех пор прошло 78 лет. Но воспоминания о тех тяжелых днях до сих пор свежи. Каждый год в день полного освобождения Ленинграда она приходит к вечному огню, чтобы почтить память тех, кто выстоял и не сдался. В этом году вместе с жителями блокадного Ленинграда цветы к мемориалу возложили представители Городской думы, администрации, ядерного центра и дошкольники. Торжественные мероприятия ко дню снятия блокады продолжились в администрации. Со словами благодарности к тем, кто в годы войны жил в осажденном Ленинграде, обратились первые лица города. Огромная благодарность вам еще от нас за то, что вы доносите вот это свое чувство, свою любовь в нашей стране до молодежи, до детей, которые воспитываются на вашем примере. В Сарове сейчас живут 32 жителя блокадного Ленинграда и один защитник города-героя. Всех их наградили памятными медалями к 75-летию Великой Победы. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. За последние несколько лет в нашей стране выросло число людей, которые стали жертвами мошенников. В среднем по Нижегородской области в день фиксируют от 3 до 15 случаев обмана. По Сарову ситуация лучше. Однако и у нас есть доверчивые граждане, которые попадались на удочку аферистов. О том, как действуют злоумышленники и на что обратить внимание, чтобы не стать их жертвой, расскажем далее. Чаще всего преступления, связанные с мошенничествами, остаются нераскрытыми. Жители нашего города становятся жертвами злоумышленников, которые живут на территориях других государств. Поэтому практически невозможно привлечь их к ответственности. Чаще всего граждане ведутся на уловки в интернете, заказывая товары на сомнительных сайтах. Посылка приходит в Почту России, он приходит, начинает открывать. Вместо того товара, за который заплатил 3, 5, 10 тысяч рублей, приходят там носки простые и в довесок для веса еще что-то там лежит. То есть, соответственно, человек заплатил 10 тысяч рублей, цена этим товаром 100 рублей. Часто граждане отправляют стопроцентную предоплату продавцу, а потом тот перестает отвечать на сообщение и удаляет страницу. Также полиция фиксирует много фактов, когда мошенники звонят с номеров, которые начинаются на 495 и представляются сотрудниками банков. Могут назвать по имени и отчеству и задают вопрос. Вы, Иван Иванович, вы сейчас отправляли перевод на сумму 2 тысячи рублей, 3 тысячи рублей, сумма может быть разная, в гражданину Иванову в город Владивосток. Конечно, я никаких действий не совершал. Тогда, якобы для отмены перевода, мошенники просят назвать им все данные карты. Затем к гражданину приходит СМС с кодом подтверждения операции. Он диктует эти цифры злоумышленникам и с его счета уходят все деньги. Чтобы не стать жертвой мошенников, надо в первую очередь не оставлять на странице в соцсетях свой номер телефона. Быть внимательней при совершении покупок и снятии денег в банкомате. Мы производим всевозможные оплаты, покупок и так далее. Мы потом, не задумываясь, берем этот счет и бросаем его в урон. Я, как мошенник, поднимаю, открываю. Там имеется фамилия, имя, имя, отчество и первую букву фамилии. Номер счета не весь. Первые четыре цифры, последние четыре цифры. Мошеннику это достаточно для того, чтобы ввести в возобуждение, что он является сотрудником банка. Правоохранители подчеркивают, что сотрудники банка практически никогда не звонят клиентам. В любой ситуации лучше положить трубку и набрать официальный номер, который указан на вашей карте. Полное интервью Андрея Чернышева смотрите на канале Саров-24 в рубрике «Без комментариев». В России создадут цифровой банк данных «Лица Победы», где будут размещать фотографии и истории тех, кто на фронте защищал нашу родину от фашистских захватчиков или трудился в тылу. Информацию о своих родственниках или близких может внести в архив любой желающий. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Программу материнского капитала продлят до 2026 года. Соответствующее поручение правительству дал глава государства Владимир Путин. Также президент потребовал обеспечить ежегодную индексацию выплат. Право на получение мат-капитала получат семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 года, родился или был усыновлен первый ребенок. Размер финансовой помощи составит 466 617 рублей. При рождении второго и последующих детей размер выплат будет расти. С 1 февраля региональный оператор прекратит вывоз отходов из индивидуальных контейнеров у частных домов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мусор будут вывозить только из установленных мест накопления. Перечень контейнерных площадок, которые закреплены за конкретными улицами и участками города, можно посмотреть на официальном сайте городской управы. Стоимость вывоза мусора для жителей частного сектора не изменится. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 831 265 35 64. Художественная галерея приглашает соровщен на примеры документального фильма «Сезанн. Портреты жизни». Эта лента познакомит зрителя с жизнью и творчеством выдающегося художника Поля Сезанна, который стал одним из самых ярких представителей постимпрессионизма в живописи. Показ очередного фильма из цикла «Арт лектории в кино» состоится в четверг 30 января. Начало в 6 часов вечера. Билеты в кассе галерей. Для лиц старше 12 лет. В лице номер 3 в рамках проекта «Молодые таланты Сарова» открылся 17-й зимний физико-математический турнир и третий турнир «Юный биолог». 80 талантливых старшеклассников из 10 школ города на основе самых современных методик будут совершенствовать свои знания под руководством преподавателей из вузов Москвы и Сарова. Также ребята напишут несколько олимпиадных работ. Лучшие получат дипломы и ценные подарки. В лицее номер 3 в рамках проекта «Молодые таланты Сарова» торжественно открылся 17-й зимний физико-математический турнир и третий турнир «Юный биолог». Ребята с 8 по 11 класса, желающие выйти за рамки школьной программы, с помощью педагогов из ведущих вузов страны 10 дней будут углубленно изучать математику, физику и биологию. Основная цель турнира – это встреча талантливых школьников с ведущими преподавателями страны. Нам посчастливилось, что уже 17-й год к нам приезжают одни из лучших преподавателей. Это и лидеры национальных сборных, и те, кто имеет результативный опыт подготовки школьника к региональным всероссийским олимпиадам. Помимо лекций, много времени отводят практики. На время турнира участников освобождает от уроков. Семинары, мастер-классы и олимпиады идут целый учебный день с перерывом на обед. Принимаю участие в турнире «Юных биологов» второй раз. Как в том году, я ожидаю высококлассную подготовку к олимпиадам первого уровня, а также некоторые знания, которые помогут мне на экзамене. Этот турнир замечательен тем, что на нем нам дают именно практические навыки, которые могут понадобиться, например, на региональном заключительном олимпиаде Всероссийской олимпиады школьников. В этом году своим опытом с ребятами делятся педагоги из МГУ имени Ломоносова, МФТИ, научные сотрудники в НЕФ. У нас уровень требований уже к изначальному уровню подготовки все-таки есть, потому что мы проводим занятия не по обычной школьной программе. И в наших занятиях предполагается, что основы такой вот школьной математики, физики дети уже хорошо знают. В последний день турнира организаторы проведут финальную олимпиаду. По ее итогам определяют победителей и призеров. Но для детей, которые занимаются в проекте «Молодые таланты Саровой», это один из промежуточных этапов. Каждый год ребята принимают участие в подобных состязаниях и раз за разом преодолевают новые ступени науки. Я принимаю участие в физико-математическом турнире уже второй год. Первый год был очень полезным. Мы готовились к региону по математике. И благодаря преподавателям зимнего турнира, мы, ну, город Саров очень хорошо выступил на регионе. Вот. В этом году я ожидаю того же, что мы получим новые знания, узнаем что-то полезное, что-то нужное. Всем победителям и участникам турниров выдают свидетельства о прохождении испытаний. Но главное для них не это. Их конечная цель – получить такие знания за все годы углубленных занятий, чтобы воспользоваться ими на предметных олимпиадах различного уровня. Успешно сдать выпускные экзамены в школе и без проблем поступить в ведущий вуз на выбранную специальность. Баскетбольный клуб «Атом» провел очередной домашний матч в рамках чемпионата Нижегородской области. Противником нашей команды стал клуб «Моторы за Волжье». Его игроки – одни из сильнейших в регионе уже более 15 лет борются с саровчанами за лидерство в различных турнирах. Как завершилось очередное противостояние, расскажем далее. Две самые титулованные баскетбольные команды Нижегородской области «Саровский Атом» и «Моторы за Волжье» сошлись в классическом противостоянии. Матч держал и игроков, и зрителей в напряжении до самых последних секунд. Первая четверть осталась за хозяевами – 21-13. Сначала мы повели, казалось бы, комфортное преимущество, но несколько ошибок, и команда «За Волжье» уже очко разницы к половине – 44-43. Предсказать исход матча было невозможно. Игроки использовали все известные приемы. Шли на хитрость, чтобы одолеть соперника. Ни одна команда уступать не собиралась. «Атом» был серьезно настроен на игру. Ну как же все понимали, что приедет за «Волжье». Тут по-другому быть не может. Ну, немножко состава не хватает, неполный состав. Несколько человек получили травму. Наша команда отлично сыграла в третьей десяти минутке. Баскетболисты «Атому» показали надежную защиту, а в нападении забивали все наши игроки. К концу последней четверти благодаря слаженной работе игроков «Атом» вырвал победу «За Волжье». Итоговый счет матча – 91-84. Следующую домашнюю игру «Атом» проведет 22 февраля. Противником наших баскетболистов станет «Спартак» из Богородска. В Ижевске завершился второй этап 10-й зимней спартакиады учащихся Приволжского федерального округа. Наш город представляли воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». Саровские спортсмены в составе сборной Нижегородской области стали первыми в эстафете. А в личном зачете ребята завоевали серебряные и бронзовые награды. Подробности в следующем репортаже. Стать победителем на Олимпийских играх – такую цель ставит перед собой Никита Родионов. Лыжным спортом он занимается почти 10 лет. В декабре прошлого года сдал нормативы на звание «Мастер спорта». За его плечами много различных соревнований, каждое из которых было особенным. Десятая зимняя спартакиада учащихся в Удмуртии тоже запомнилась. Награды завоевать было сложно. Трасса довольно тяжелая, но мы были готовы к ней. У нас была достаточно хорошая подготовка. Гонки были тяжелыми, но мы все справились, все было хорошо. Самая тяжелая гонка была, наверное, гонка на 15 километров классическим стилем. Индивидуальную гонку юноши бежали в первый день соревнований. По ее результатам два воспитанника Саровской школы Олимпийского резерва поднялись на предестал почета. Сергей Шаров стал вторым, а Никита Родионов занял третье место. Очень крутые подъемы, и они были довольно длинные. После них шла еще равнина, и не было возможности отдохнуть. После сложнейших 15 километров на следующий день ребята должны были бежать в спринтерскую гонку. И здесь нашим спортсменам не повезло. Родионов перед финишем упал, сломал палку, в итоге там не попал. У Шарова, Сергея, там произошла совсем другая ситуация. Там на спуске в забеге падает участник, он за него цепляется, тоже падает, то есть гонка закончилась. За все неудачи на спринте Саровский спортсмен отыгрались на эстафете в последний день соревнований. После третьего этапа отставание составляло 26 секунд, но ребята смогли наверстать время и обогнать соперников. Впервые в истории юношеского спорта наша команда заняла первое место в эстафетной гонке. В спартакиадах, которые уже десятые, такого не было точно. И мы еще как раз первый раз за всю историю спартакиад учащихся попали на финал, причем не отдельной командой, а именно, то есть не отдельными спортсменами, а командой. Сейчас подопечные Николая Седова активно тренируются и готовятся к финалу спартакиада учащихся, который пройдет в Красноярске в начале марта. По словам тренера, к этому времени лыжники будут в лучшей физической форме. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!